С 1 января этого года в филиале Пинской центральной поликлиники больницы Молотковичи функционируют два отделения – палеотивной и медико-социальной помощи. Сегодня под защитой государства согретые заботой людей в белых халатах три десятка обездоленных и тяжело, а порой и неизлечимо больных людей. В этом убедилась и наш корреспондент Наталья Шестакова. Открытие отделений палеотивной и медико-социальной помощи в филиале Пинской центральной поликлиники больницы Молотковичи продиктовано самой жизнью. В результате реорганизации всей фтизиатрической службы в Ресской области и оптимизации отделения круглосуточного пребывания одиноких престарелых людей территориального центра социальной защиты. В связи с этим решением городского исполнительного комитета, также нашей вышестоящей организации Пинской центральной поликлиникой с согласованием управления здравоохранения открыто отделение на 30 коек, койки и палеотивные, и медико-социальные. Таким образом была решена большая социальная проблема ухода и лечения тяжело или неизлечимо больных пациентов и оставшихся один на один со старостью и болезнями людей. Койки открыты для палеотивных пациентов, для проведения симптоматической терапии, для индивидуального подбора схемы обезболивания, для обучения родственников навыкам ухода за тяжелыми пациентами. Оказывается, психологическая помощь в штатном расписании, в данном случае предусмотрен психолог. Прежде чем разместить пациентов, в здании силами работников больницы был сделан ремонт. Созданы условия для длительного пребывания людей, страдающих недугами и обремененных не только одиночеством, но и целым букетом старческих недугов. Практика показала, насколько востребован такой вид государственной помощи и поддержки. Отделение заполнено, но даже более востребованы медико-социальные койки. На 15 койках на сегодняшний день у нас 21 пациент. Пациенты, которые одиноко проживающие, нуждающиеся в уходе, это инвалиды, первый, второй групп. Сегодня все эти люди в надежных руках медицинских работников и чувствуют себя намного комфортнее. Для десятков пациентов отделений палеотивной и медико-социальной помощи это возможность жить в приближенных к домашним нормальных условиях и не чувствовать себя беспомощными. У нас медицинский персонал и в этом есть преимущество, потому что больница является круглосуточной и постоянно находится в ночное время, в выходные дни дежурный доктор круглосуточно. Ну и преимущество, конечно, медперсонал. Это уход и социальный, и медицинский. Медицинский персонал делает все возможное, чтобы улучшить качество жизни своих постояльцев. И несмотря на сложности работы, два десятка людей в белых халатах не скупятся на добрые слова поддержки, окружают теплом и вниманием оказавшихся на краю жизни людей. Родственники, кто желает в течение рабочего дня, он может приезжать, где-то что-то помогать. Также и волонтеры у нас бывают, и люди, которые желают оказать спонсорскую помощь, также присутствуют. И теперь мы работаем в направлении спонсорской помощи с Германией. Возможно, к концу года будет нам оказана спонсорская помощь для данной категории пациентов. Особо стоит отметить, что львиную долю расходов на лечение и содержание пациентов отделение государство берет на себя. Лишь за пребывание на медико-социальной койке отчисляется 80% месячного пенсионного обеспечения пациента. На медико-социальную койку направляет участковый терапевт. Требуется пакет документов, это направление участкового терапевта, это выписка из амбулаторной карты пациента с подробными рекомендациями, заключение врача-психиатра, выписка из пенсионного фонда. Такой перечень документов требуется для помещения пациента на социальную койку. Для палеотивного пациента это консилиум врачей, переводит пациента на палеотивное лечение и есть кабинет палеотивной помощи при центральной поликлинике, где врач ответственный за данную работу, регистрирует и направляет данную группу пациентов уже на палеотивное лечение. Можно много и долго говорить о милосердии. Труднее сделать так, чтобы доброта стала деятельной и под надежным крылом оказались беспомощные и тяжело больные люди. В больнице Молотковичи для этого делается все возможное.